вот так выглядит беларгония я достала ее из погреба это старые кусты очень старые убираю всю сухую листву и очень низко обрежу эти пенечки видно что растение росло совершенно без света ну и теперь смотрите как обрежу пеларгонию это на тот случай что у вас пеларгонии находились погребе и им теперь необходима обрезка приступаю можно использовать вот эти дать им подсохнуть и лучше на следующий день сажаем в грунт и поливаем часа через три-четыре и постепенно вот эти все черенки тоже приживутся я конечно могу провести эксперимент установить их в грунт а потом высадить в сад сегодня 17 марта 2017 года сейчас я произведу обрезку у всех моих пеларгоний которые находятся в кашпо и находились погребе и покажу когда пойдет рост сниму очередное видео надеюсь что информация пригодится сила у растения будет больше если обрезать чем оставить вот эти черенки тянуться в этом кашпо которая тоже находилась в погребе у меня растет плющ ну так уж поселился и видите что и плющу понравилось в погребе так что если живете на севере где очень холодная зима конечно лучше посадить плющ в емкости и убирать в защищенное от морозов место сейчас я обрежу и это кашпо и также покажу как будет выглядеть подстрижено и это кашпо и показываю еще есть тоже черенки очень слабые по обрезаю покажу какой вид останется у этого кашпо некоторые кашпо придется омолаживать видите вот здесь треснувшие чтобы запомнить почти не осталось здоровых пеньков поэтому эту часть надо будет досадить и еще одну кашпо как мне кажется потребует сильного обновления и четвертое кашпо тоже обрезана и готова к тому чтобы дать новые ростки кое-где я досажу где пустые места дней через пять по лунному календарю я подкормлю эти растения азотно-калийным удобрением монофосфатом и дам возможность корневой системе лучше развиваться ну а сейчас покажу сколько у меня получилось ослабленных черенков которые тоже для эксперимента посажу чтобы показать что пеларгония как и герань прекрасно черенка черенкуются и выживают а вот здесь рядышком находятся плющелистная пеларгония черенки в ноябре поставленные на укоренение и вот такая пеларгония черенки замечательно подросли они тоже были установлены в ноябре прошли сутки конечно черенки очень ослабленные поэтому я воспользуюсь корневином надо просто обмакнуть в корневин и отправить в грунт но здесь конечно надо сделать луночку и посадить все черенки печально что грунт влажный он не должен быть влажный он должен быть сухой придется мне насыпать сверху сухой грунт ну вот такой грунт шикарный конечно я его для других целей покупала но выхода нет иначе пропадут все черенки это грунт для рассады очень очень хороший но мне нужно его только в верхней части и сейчас буду сажать заглублять в влажную почву никак нельзя черенки посажены поливать буду дня через два эксперимент начинается не потому как мне очень нужны эти ослабленные черенки просто хочется проверить стойкость а сейчас покажу кашпо которая находилась на подоконнике выглядит она красиво замечательные листья и конечно скоро было бы цветение почему говорю было бы потому что очень хочу обрезать эти черенки уж слишком они длинные обрезов я дам возможность этому растению иметь больше ответвлений приступаю к обрезке здесь уже довольно старые и вот эта ветка мне совсем не нравится видеть какой старый корень я его возьму и обрежу а вот эту часть разделю на три черенка ну во первых обрезаю вот так от старого здесь делю на две части вот он хороший черенок листья почти все удаляю оставляю только макушечные даже вот этот половинку можно все этот черенок готов отсюда я могу получить два черенка вот здесь уже началось ветвление поэтому я вот так обрежу все вот он тоже готовый череночек и здесь тоже будет хороший черенок ну вот так нарежу из этих веток черенки и покажу результат видите что практически не осталось ничего вот только один росточек видно получила много черенков даю им подсохнуть и как только срез подсохнет даже можно завтра сделать это а можно и к вечеру главное чтобы был сухой кончик я опять воткну в это же кашпо то есть произойдет полное омоложение и из этих возможно что-то проснется вот так же как здесь зеленая масса большая видите сколько пеларгония прекрасно черенкуется и вот обрезанные черенки и тут укорененные черенки и здесь а это показывало совсем несчастное растение было из ванной комнаты вот оно как оживает сегодня 17 марта эксперимент продолжается у нас а Продолжение следует...